здравствуйте дорогие друзья христос посреди нас мне очень стыдно что я так пропала с чтением евангелия но связано это было с тем что наша семья перебралась на другую съемную квартиру переезд вы сами знаете по сумме разрушения равен двум пожарам поэтому у меня совершенно не было времени вести все проекты с одинаковой так сказать силой да и успевать все что обычно я успеваю так что мы пропустили с вами пропустили два чтения да мне кажется две среды но ничего страшного главное что мы возобновляем и обязательно дочитаем вместе евангелия от луки до конца как я это обещала в самом начале и вот я сижу в маленьком дворике у этой квартиры нет балкона или сада есть такой небольшой дворик мы вообще планируем сделать видео о нашей квартирке потому что она представляет интерес для всех кто может быть захочет или сможет все-таки в какой-то момент приехать к нам сюда но это впереди а сегодня просто объясняю чтобы вы не удивлялись непривычному растению за моей спиной к сожалению предыдущие жильцы видимо его не поливали так что вот такая сухая герань нужно будет ею заняться ну вот как всегда перед началом я напоминаю о двух важных моментах прежде всего что я являюсь православным церковным гидом по святой земле от иерусалимской патриархии и соответственно как и все наши церковные гиды имеют благословение от патриарха на рассказ о евангелии на рассуждение беседы на богословские темы и так далее чтобы вы не писали в комментариях почему гид вдруг говорит на такие темы православные церковные гиды на святой земле имеют на это благословение и даже указание патриарха чтобы Именно этим мы занимались с паломниками вместо завгромождения головы ненужными историческими фактами. А также напоминаю, что мы читаем Евангелие по-церковно-славянски. Связано это с нашей русской православной традицией. И таким образом позволяет тем из вас, кто ходит в русские православные храмы, любые в любой стране, лучше понимать богослужение. Если же вам трудно читать Евангелие по-церковно-славянски, вы можете всегда взять в руки русский синодальный перевод или вообще на любом языке, удобном для вас, читать параллельно вместе с нами. Итак, 17 глава, стих 12. «Входящий же ему в некую весть, сретоши его десять прокаженных мужей, иже сташе издалеча. Ити и вознесоши глаз глаголюще, Иисусе наставниче, помилуйны, и, видев речеем, шедши покажитеся священнику, и бы с тядущим им очистишися. Един же от них, видев яку исцеле, возвратися и согласом велием славя Бога. И поди ниц при ногу его, хвалу ему воздая, и той бе самаренин. «Отвещав же Иисус речеем, не десять ли учистишися, да девять где? Как у необретушися, возвратшися, дати славу Богу, токму иноплеменник сей. И рече ему восстав, иди, вера твоя спасе тя». Вот такой маленький сегодня у нас с вами отрывочек, но есть много о чем здесь поговорить. Во-первых, в предыдущем зачале мы с вами читали, что Господь шел из Галилея в Иерусалим через Самарию. Так что действие этой истории происходит в Самарии. Самария – это область, находящаяся между Иудеей и Галилеей, то есть такой как бы центр Израиля, да, если по карте посмотреть. Это колено Вениамина и Ефрема. И вот исторически так сложилось, что в Самарии проживал народ самаритяне. Кем они были? Это была смесь потомков колена моносея Ефрема и также ассирийцы. Их туда переселили насильно, когда Ассирия захватила Самарию за 700 примерно лет до Рождества Христова. Для того, чтобы усилить там свое присутствие, они увели в плен большую часть местного населения, то есть евреев, да, и заселили туда своих ассирийцев. Я уже не раз рассказывала эту историю со львами, да, как стали нападать на них львы и ассирийцы. Поняли, что это от того, что они не тому Богу молятся, что нужно молиться тому же Богу, которому молились жившие здесь до них местные. И они обрезались. Таким образом, они стали как бы евреями, иудеями, но евреями их своими не считали. Я имею в виду те евреи, которые жили в области Иудея, то есть Иерусалим, Хеврон и окрестности. Связано это было с тем, что после возвращения из Вавилонского плена, а Вавилонский плен произошел все от тех же ассирийцев, только к тому времени они назывались вавилонянами, потому что Вавилонское царство там у них победило, захватило власть. И вот, соответственно, иудеи, пережив вавилонское пленение, вернувшись в Иерусалим, начав строить храм, отвергали помощь самаритан, считая, что они, поскольку не были в вавилонском плену, они смешаны уже как бы с язычниками, их вера недостаточно чистая, недостаточно правильная. И, соответственно, между иудеями и самарянами началась непримиримая просто вражда. У самарян был свой альтернативный храм на горе Горизим, тогда как у иудеев был храм, вы знаете, да, второй храм на месте первого был построен, то есть в Иерусалиме. Соответственно, были иудейские священники, были самарянские или самаританские священники, и самаритане не признавали ничего, что было написано после вавилонского плена. То есть они признавали только пятикнижие Моисеева, они не признавали ни второзакония, ни пророков, то есть ничего, что было написано уже после. И вот многие считают до сих пор, что это и есть такое аутентичное, настоящее еврейство, что это и есть вера Моисеева, не искажённая, так сказать, уже более поздними всякими влияниями, эллинизмом тем же, да, и также и раввинскими учениями, это если говорить уже после воскресения Христова. Ну, это вопрос весьма, конечно, спорный, там тоже свои изменения у них какие-то были, но тем не менее, вот самаритане, иудеи не ходили через Самарию. То есть всякий раз, когда нужно было жителям Иерусалима, например, идти в Галилею, ну, по каким-то делам, или галилеанину нужно было идти молиться в Иерусалим, в храм, да, никогда они не проходили через Самарию. То есть хотя галилеане не были иудеями, в смысле не были жителями области Иудея, они здесь были все заодно, да, самаритане были изгоями. Самарианин – это символ изгой, грешник, отторгнутый, отверженный, да, то есть вот это вот так. А тут мы видим, что один из прокаженных был самарианином, то есть мало того самарианин, так еще и прокаженный. Это ужас полный. Проказы, как известно, страшная в то время неисцелимая болезнь на Востоке, страшные лишаи, которые покрывали тело человека, въедались прямо в кожу, и лечения от этой болезни тогда не было, а поскольку она была заразной, людей выгоняли из города, они должны были жить в пещерных гробах, на окраинах где-то, и если даже кто-то приходил к ним принести милость, ну, например, покушать или попить, им запрещено было приближаться к людям, они должны были поотдаль стоять, человек оставлял на земле то, что он принес и уходил. И вот Господь встречает при дороге 10 прокаженных, обратите внимание, 9 из них – иудеи и один самарианин, то есть в этом состоянии общаются иудеи с самарянами, да, то есть когда такая болезнь, такая смертельная беда, то уже не различают, кто самарианин, кто иудей. Обратите внимание, эти 10 прокаженных жили вместе, да, держались группкой, жили вместе, может быть, по даянии ходили где-то, по дорогам просили, в города им было запрещено заходить. И вот один был самарианин, остальные – иудеи. И вот идёт Христос, и они громким голосом кричат, да, наставник, помилуй нас. Обратите внимание, кричат, они не могут подойти близко к нему. И здесь святые отцы в комментариях на это место говорят, да, по расстоянию они были далеко от него, но по молитве они стояли около него, были у его ног, потому что всякий раз, когда человек очень сильно, как последняя надежда призывает Бога, он становится очень близко к Богу. Вот на это обращают наше внимание толкователи, да, этого отрывка. И вот Господь, что интересно, назван ими наставник, то есть, вероятно, они уже слышали о нём, они не называют его Господи, да, или ещё как-то, они обращаются к нему, как к земному учителю, наставнику. Но по их вере можно понять, что они наслышаны о его чудесах, и что они понимают, что он может их исцелить. А кто может исцелить такую болезнь страшную, кроме как Бог? То есть, поэтому можно сказать, что даже если разумом они чего-то недопонимали и не знали, что это Мессия, Спаситель Израилев, да, они не поклонились Ему, как Мессия, они просто просят исцеления. Людям в такой ситуации часто уже не так важно, да, кто перед ними, они просят помощи. Но поскольку они понимают, что в их болезни никто не поможет, кроме Бога, то вот этот их вопль вменяется им в веру, в веру правильную, надёжную и очень действенную, как мы увидим. Их вопль услышан, и Господь говорит, идите, покажитесь священникам. Почему Он не говорит им, идите, вы исцелились? Или почему они сразу не видят, что они исцелились, да, очистилось их тело, покрытое страшными болячками, лишаями? Господь, опять же, здесь испытывает их веру. Они должны идти к своим священникам и показать им, что кожа их начала очищаться. Дело в том, что в книге Левит на тему проказы написана целая большая глава. И Моисей дал очень подробные указания по поводу проказы. Ну, неверующие люди говорят здесь, потому что это была действительно очень опасная болезнь. Врачи до сих пор изумляются тем точным, верным, абсолютным описанием и сведением по поводу болезни, которые в этой главе описаны. Ну, а люди верующие говорят, что это было дано потому, не только потому, что болезнь была действительно опасной, даны такие точные указания, сейчас я о них расскажу, но и потому, что в проказе видели духовную причину. То есть возникновение проказа объясняли духовной нечистотой. То есть какими-то определенными грехами, за которые человек покаяния не приносил, жертву очистительную в храм не приносил, и, соответственно, это попускалось. Цара от проказа на иврите – это как удар, да, один из переводов. То есть удар, возмездие, наказание Божие, да. И, соответственно, поэтому человек, пораженный проказой, считался нечистым, и лечение его доверялось именно только священникам. А именно, когда у человека появлялись первые язвы на руках, любые какие-нибудь вообще язвы, сыпь, там, прыщик вскочил, не знаю, да, он должен был сразу идти и показаться священнику. Притом и женщина, и мужчина. Священник осматривал, и по ему известным признакам, они подробно описаны в книге Левит, кто читал, помнит, да, если волосы на этом лишае белые, и лишай вдавлен в кожу, как бы внутрь уходит, то это проказа, если они обычного цвета, и внутрь прыщ, этот, да, этот лишай не вдавлен в кожу, значит, это не опасно, это не проказы. Там масса таких медицинских подробностей, не будем сейчас загромождать этим наш рассказ, вы можете сами по открытии прочитать. Вот по ему известным признакам священник определял, проказа это или нет. И если это проказа, то человека изолировали на 7 дней, и он должен был приносить покаяние. И через 7 дней священник опять осматривал его. И если исцеление наступало, его заключали еще на 7 дней, и если через 2 недели однозначно улучшение было, тогда, значит, его объявляли чистым, и он мог жить опять свободно. Если же болезнь усугублялась, означало, что Бог не принимает покаяние человека, и тогда его изгоняли из города и объявляли нечистым. Бывало так, что болезнь проходила сама собой, то есть проказа не была болезнью, от которой 100% все умирали. Бывали случаи, что вдруг иммунитет у человека сильный, или милость Божия к нему велика, если говорить с нашей религиозной точки зрения, и Господь усиливает иммунитет, и человек побеждает болезнь, и он видит, что он начинает очищаться, он опять идет к священникам. И священник должен засвидетельствовать, что болезнь проходит или прошла. И опять же, там были даны тончайшие, точнейшие медицинские указания, как должны эти нарывы, язвы, или шаи, вернее, выглядеть, и как должно все это проходить. И вот Господь говорит им, идите, покажитесь священникам, то есть иными словами, и по дороге, пока вы будете идти, вы очиститесь. То есть, да, это как бы опять, это немножко напоминает нам, помните случай с слугой сотника? Иди, сотник, слуга твой выздоровел, да, и пока он шел, к нему прибежали и сказали, да, то есть вот этот момент, когда чудо происходит не тут же, да, как клик, а человек еще какое-то время должен верить, что произойдет, что все будет хорошо, хотя пока он этого не видит. И вот они развернулись и пошли. Какая вера, да, они пошли. И по дороге начало происходить их очищение. Думается, что иудейские прокаженные побежали в ближайший город, где могли быть, проживать могли их священники, левиты, в смысле, коэны, да, а, конечно же, самарянин, вероятно, пошел к своему самаританскому священнику, так нужно полагать, хотя точно это не сказано, в Евангелии не объяснено. И вот действительно священники свидетельствуют, что болезнь прошла. И никто из них не подумал вернуться, да, найти этого путника, который продолжал идти по дороге в Иерусалим, да, и поблагодарить его. И нагнал Христа один только прокаженный самарянин. И он пал в ноги его, он не только поблагодарил, как учителя, он пал в ноги, он признал, что это Бог, потому что кроме Бога, да, явленного во плоти человеческой, но никто не мог такое чудо сотворить. И Господь говорит ему удивительную фразу. «Иди, вера твоя спасла тебя». То есть, иными словами, к исцелению телесному Христос прибавляет исцеление духовное или спасение души по-другому. То есть этот прокаженный сподобился через свою благодарность Господу, прощение всех его грехов, которые он до того совершил, спасение души. И думается, что наверняка потом, может быть, от проповеди Фатины самарянки, может быть, от проповеди апостолов уже Иакова и Андрея, которые крестили как раз самаритан, он стал, конечно, наверняка потом учеником Христовым. Хотя в Евангелии это не написано, ну а всевозможные апокрифы и предания, вы сами знаете, тут нужно относиться аккуратно. Но это очень логично следует из этого. То есть Господь презрел действительно на его веру. Про других же он промолчал. И как пишут нам святоатические толкования, действительно, они от болезни-то исцелились. Господь не отобрал от них обратно исцеление. Но духовной пользы они от этого не получили. То есть спасение души они не приобрели. Можно также сказать, что и мы часто с вами, получая просимое по милости Божией, по его снисхождению к нам, не получаем душевного спасения, не получаем продвижения в нашем духовном росте, если мы забываем поблагодарить Бога. Насколько это важно и нужно. И не потому, что Богу нужна наша благодарность, в том плане, что он такой царь или начальник, которому приятно, что он сделал доброе, его благодарили, спасибо сказали. Нет, конечно, Богу наша благодарность в этом смысле не нужна абсолютно. Он и есть само благо и податель всякого блага, и сам и есть всяческое благо, здравие, добро и тщеславие, никакого у Бога человеческого нет и быть не может. Поэтому, соответственно, ему благодарность наша в таком аспекте не нужна. Но, как говорят нам святые отцы, опять же, что когда мы благодарим Бога, мы становимся причастными его славе. То есть, иными словами, Богу очень нужна наша благодарность, для того, чтобы мы вошли в его славу, чтобы на нас почала вот эта частичка этого света божественного, благодати божественной. То есть, чтобы мы приобщились к Богу через благодарность Ему. Поэтому так важно всегда благодарить Бога, не забывать этого. И здесь не дело в том, чтобы пойти в церковь и заказать молебен благодарственный, хотя и это хорошо, и прекрасно. Здесь, скорее, важно внутреннее движение нашего сердца. То есть, внутреннее наше тепло, любовь к Богу и наше чувство благодарности. Вот есть такое слово «сердце, преисполненное благодарности». Вот когда до краев заливает человека, до слез заливает человека, благодарность к Богу. Человек понимает, что он ничем не заслужил, а Бог по милости своей даровал. Конечно же, благодарностью Богу служат наши добрые дела, любовь, которую мы оказываем ближним. Когда мы никогда не отказываем в просьбах. Вот люди обращаются к нам, может быть, с какими-то просьбами, и мы не отказываемся, мы стараемся по мере сил, насколько можем, выполнять все, о чем нас просят. Будь то подвезти кого-то куда-то, или помочь кому-то с чем-то, или помочь деньгами, или помочь добрым советом, или просто, не знаю, вниманием. Но масса есть способов, да? И это тоже благодарность Богу. Потому что как Бог благ к нам, мы благи должны быть абсолютно ко всем людям. И, конечно же, вот образ этих прокаженных – это образ всего мира. Об этом тоже святитель Григорий Палама пишет, другие толкователи, что весь мир, вот подобно этим прокаженным, болен проказой греха. Вообще проказы – это символ греха. Потому что грех, так же, как проказы, начинается с чего-то маленького, а потом распространяется, поражает все духовное тело человека, а иногда и физическое, да, наше тело. И, соответственно, поэтому спасение мира, да, возможно, только от Бога. Потому что нет никаких лекарств от греха, кроме благодати Господа нашего Иисуса Христа. Если тело врачи научились излечивать от проказа, да, и от других страшных болезней тоже все больше и больше медицина там, да, достигает высот, и какие-то болезни уже сейчас не являются смертельными, хотя и сейчас полно смертельных болезней. Думается, Господь не зря их оставляет, да, для того, чтобы хоть как-то нас встряхивать и вразумлять. Но, тем не менее, да, вот много болезней есть, которые уже научились, и медицина нам обещает, что все болезни научатся побеждать, исцелять, да. А вот грехи – кто может исцелять? Кто может исцелять духовные и душевные болезни? Ну, кто-то скажет, ну, почему же, есть психологи, есть даже психотерапевты, да. Но, к сожалению, это, как правило, в лучшем случае, в лучшем, облегчает болезнь, но до конца исцеляет только Господь, потому что это очень тонкие вещи, да. И потом психотерапевты и психологи чаще имеют дело с человеческими эмоциями, с какими-то там комплексами, проблемами. Они не называют это грехами, и, соответственно, им исцеляют не грехи, а как бы, ну, в лучшем случае, срезают листики, которые от этих корешков растут. Ну, может быть, ветки рубят, да, но сами корни не выдирают, потому что они не умеют этого делать. Это может только Господь. Никакой психотренинг, никакие наши даже духовные упражнения не помогут нам вырвать с корнем страсть или грех. Это может помочь сделать только главный садовник, да, Господь, Христос. И поэтому любой человек, который справляется от какой-то страсти, от каких-то грехов, он всегда что первым делом делает? Он усиливает молитву. Не только старается волей там или каким-то правильным настроем, анализом себя. Это тоже всё полезно, никто не отрицает. Наука, психология существует, и бесспорно, есть православные психологи, которые много добра делают. Но тем не менее, тем не менее, человек прежде всего молится, усиливает молитву, начинает читать там по кофизме в день Псалтири, или Акафист Божией Матери, или Иисусову молитву начинает читать, старается больше приходить на исповедь и в храм, и причащаться. То есть человек прежде всего обращается к Богу, да, кроме того, что он сам старается, ну, например, человек хочет бросить курить, так, к примеру, он, конечно, сам старается не бывать в компании, где курят, не покупать сигареты, там, как один старец советовал, когда, говорит, хочется тебе курить, по-моему, Макарёптинский, ты, говорит, открывай, читай главу Евангелия, читай две главы, пока тебе не расхочется, да, то есть просто вот такие всякие способы, да. Но ещё и усиливается молитва, потому что только Христос может исцелить. И вот потому образ, действительно, греха – это образ проказа. Это очень-очень здесь подходит и совпадает, тому святые отцы так и назвали. И вот они говорят, весь мир одержим проказой греха. И если бы мир только возопил, наставничай, да, Христе, Господи Иисусе Христе, помилуй нас, спаси нас от этого, то, думается, конечно, всё бы изменилось, потому что через молитву Христос тут же становится очень близок к людям. И больше нас хочет, нашего спасения, нашего исцеления. Только вот этого вопля прокажённых он от нас не слышит. Слышит вежливые обращения к нему, слышит мимолетные быстренькие обращения, когда мы молитвки вычитываем так формальненько, да, слышит эмоциональные, восторженные обращения. А вот вопля прокажённых, когда это и раскаяние, и вера, и не к кому больше обратиться, никто больше не поможет, так он от нас слышит, ну, прямо скажем, нечасто. А вот если бы чаще, то думается, что мир бы действительно стал меняться. Поэтому так полезно читать Евангелие и применять это всё к себе, к нам сегодняшним. Апостол говорит, что мы все во грехах и исцелены только благодатью Божию, даром, добавляет он. Да, но только это не происходит автоматически. И если читать в контексте, да, целиком послания апостолов, то мы увидим, что, да, благодать и исцеление дано нам даром в том смысле, что Христос не требует за это от нас, в принципе, ничего. Он нам его даёт. Но готовы ли мы принять? Хотим ли мы принять? Вот это зависит прямиком от нас, да. То есть, соответственно, как тебе дают подарок? На, вот какая красивая коробочка. А ты руки убираешь за спину, её не берёшь. Получаешь ты её даром? Нет. Хотя тебе её дают. А вот эти наши протянутые руки, да, чтобы даром это получить, это наше покаяние, это наше смирение, это наш вопль вот этих прокажённых. Господи, помилуй нас! Они кричат. Они даже боятся к нему подойти, думая, что, а вдруг он нас тоже отвергнет, как и все убежит от нас. Болезни-то заразные, да. Да и недостойны мы. Мы такие страшные, изуродованные, ведь прокажённые выглядели страшно. Они были все изуродованы этими лишаями, болячками, гноящимися до мяса, да. Это страшное зрелище было. И они поэтому издалека стоят и вопять. То есть, даже подойти не смеют. Это такое смирение, такая мука в этих словах, да. И Христос на расстоянии же их исцеляет. Он говорит, мне не нужно к вам даже и подходить одним словом. Вот, идите, покажитесь священникам. Они идут, и, о чудо, они исцелены. Вот такое сегодня у нас с вами, опять же, вдохновляющее, надеюсь, нас, евангельское чтение. Я прощаюсь с вами уже на сегодня. На этой неделе мы очень постараемся выложить вовремя, к субботе, очередной выпуск нашего блога «Святая земля сегодня». И я желаю вам всего самого доброго и хорошего, дорогие наши подписчики. До свидания, до самых скорых встреч!